Здравствуйте! Это программа «Смотрите, кто пришел». Я позволю себе для начала небольшой такой исторический экскурс окунуться в историю лет на 50 тому назад, лет году в 70-м. Джон Лорд, один из издателей, любимой в нашем народе группы Deep Purple, написал такое произведение, как «Концерт для группы с оркестром». И впоследствии Ян Гиллан вспоминал, с каким недоумением участники симфонического оркестра смотрели в эти ноты, не очень представляя себе, что они вообще играют после всех этих бахов, шуманов, шубертов и так далее. Минуло с тех пор лет 50, и это действие дошло и до нас, и приехало к нам в наш город. Я сейчас произношу имена гостей в студии, и я не сомневаюсь, что сердца поклонников и фанатов начинают учащенно биться. Рядом со мной сидит Александр Цой, рядом с ним сидит Юрий Каспарян. Я вас рад приветствовать. Здравствуйте! Здравствуйте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот скажите мне, пожалуйста, а нет ли недоумения у участников симфонического оркестра, которая приехала с вами для того, чтобы давать вот это самое симфоническое кино? Как они вот это воспринимают? Не через губули? Я думаю, в каком-то смысле академические музыканты уже привыкли. Попробовав материал, там все не так простые, аранжировки, оркестровки далеко не примитивные, не так легко играемые, как казалось бы, можно ждать. Поэтому отношения сейчас нормальные, нормальные, рабочие. Вопрос к вам как к оформителю, пусть я назову это вот таким словом, цвета света оформителем вот этого самого симфонического кино. Вопрос такой. Я считаю, что только гениальный человек мог написать про войну строчку, которая для меня является образцом. Война – это лекарство против морщин. Это нужно быть абсолютным гением, чтобы вот такое придумать. И на концерт приходят, тем не менее, люди, которые прекрасно знают эти тексты. Ну, а есть ли, оказывается, люди, которые пришли просто посмотреть на то, что происходит на сцене и так далее? У вас не была мысль как-то вывести это на экран, слова? У нас часто спрашивают, и меня лично, и в принципе проект спрашивают, нельзя ли вывести слова на экран, но мы считаем, что получится караоке. И не хотели бы, в общем, вносить элемент караоке в симфоническую программу. Поэтому, безусловно, это такая очевидная идея вывести текст, но мы ей противимся. Ну, тем не менее, прецеденты были с той же Юнона и Авось, которые приезжали в Париж, да, и была там бегущая строчка, почему бы и нет. В смысле, с переводом? Да, там с переводом было. Но у нас другое дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому в голову пришла совершенно уникальная идея создать такой проект, как «Возвращение кино»? Я понимаю, что из-за нынешней всей эпидемии концерт отложен, перенесен на несколько месяцев. Но кому пришла вот эта вот идея в голову сочетать группу на сцене с изображением Виктора на экране? Мы гастролируем с этим проектом «Симфоническим кино», видим, насколько эти песни востребованы у людей, насколько они им нужны. И как раз мы тут попробовали сочетание вот этого видео и музыки, как оно классно работает тоже на сцене. И как оно, как видео может дополнять музыку, да, как оно может какую-то занимать роль ведущую, скажем так, в плане сценографии. Скажем, в этом проекте, например, очень мало что происходит в плане физики. Музыканты оркестра сидят, Георгий стоит на точке рядом с дирижером, поэтому видео занимает ведущую роль как фронтменники, да, как бы как человек, который взаимодействует с залом, грубо говоря. И как-то постепенно просто, мне кажется, из вот такой питательной среды, который стал вот этот проект, в котором у нас... — Из недр симфонического кино? — Да. — Возникла вот эта идея. — Да, ну, у нас очень хорошая команда, с которой стало просто не страшно делать такой большой и сложный проект. — Ну, назовем это устоявшейся фразой, идея, что называется, витала в воздухе. — В некотором роде, да, несколько лет. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! — Вот посмотрите, рок-музыканты, которые уходят, 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 я не говорю даже про клуб знаменитый, печально известный, 27-ми, но рокеры очень многие долго не живут. — С чем связано то, что вокруг имени Виктора Цоя вот началось вот такое настоящее, я не знаю, каким словом это сказать, паломничество, что ли, да? Вот чего не было ни до, ни после, то есть ни там, ни Майк Науменко, ни ушедшие после этого там такого не знали. Вот с чем это связано? Как по-вашему, есть у вас какой-то ответ на этот вопрос? — Вы знаете, дело в том, что все-таки шоу-бизнес, да, и вот это попадание в некую, не хочется говорить, повестку, но попадание в какую-то струю, скажем так, это всегда все-таки немножечко лутерея. Ты можешь написать правильную песню просто чуть позже, чем она могла бы прийтись к месту, или наоборот, написать ее очень вовремя. И как-то так получилось, что группе Кино это удалось систематически, да, несколько лет, несколько лет попадать своей музыкой идеально в то, что было нужно людям. Я так об этом думаю. — Ну да, совершенно верно, но, естественно, талант Виктора несомненный. — Безусловно. Юрий, вопрос, на который я не сомневаюсь, вам будет легко ответить, потому что вам часто задают. Можно ответить прямо по накатанной. Как вы все-таки восприняли в двух словах фильм «Лето»? — Мне кажется, что это мой друг. — Я не очень понимаю кайфа в стадионах, когда не видишь лиц тех, кому играешь. — Ну, я неплохо его воспринял. Ну, я сначала решил сделать паузу, потому что это был шум, огромное количество мнений. Я решил его посмотреть попозже. Я начал смотреть, но потом все-таки решил посмотреть попозже. Я до конца его еще не досмотрел. Вот, но мне очень первое, ну, там треть, по-моему, фильма я посмотрел, мне очень многое очень понравилось. Мне понравилось, как, ну, вот, аранжировки группы «Зоопарк», как было исполнено группой «Звери». Ну, потом, что, ну, в общем-то, много находок интересных. Единственное, что, конечно, это не имеет никакого отношения к тем событиям, которые были, да. Вот, и там, ну, скажем так, все не так. — То есть это имеет место быть, это имеет право на, естественно, существование. Это, наверное, интересно смотреть людям, которые в этом во всем не варились. — Ну, это как бы сказка, да. — Сказка. — В общем-то, позитивная, веселая сказка. — Хорошо. — Как хорошо было в Советском Союзе. — Александр, что происходит и на какой стадии сейчас обсуждение и готовящийся выход, я знаю, что он будет показан даже, так сказать, анонсировано, на Варшавском кинофестивале фильма, который называется «Цой». — Завтра еще пару фоток сделаем. — А поцеловать, герои. — Вот. — Может, мы завтра выберем все-таки часик, а? — Я же уехал. — Я могу еще раз просто рассказать, чего я просто добиваюсь в отношении этого фильма. Я добиваюсь соблюдения прав моего отца, которые приходится защищать мне по закону. Есть законы, которые не позволяют взять человека и вставить его в художественный фильм без его согласия или согласия его, в данном случае, ребенка, меня. Вот и все. Очень простая позиция. Вы можете убрать оттуда нарушающие право викторации кадры, и после этого я отстану от компании-производителя, не буду больше их обременять своими требованиями. Все очень просто, на самом деле. Просто есть закон, и его нужно соблюсти. — Я думаю, что я в свое время встречался с Владимиром Винокуром, который был продюсером предыдущего фильма «Алексея учителя Матильда». И он мне рассказал, одну фразу привел Валентина Иосича Гафта, который жил рядом с ним, у них два дома рядом, да, и Гафт меня встречает и говорит, слушай, сколько вы заплатили за такой пиар? Со стороны Поклонской, когда там машины жгут, там эти вот шествия идут, да? И после этого, когда я услышал вот о всей Катавасии вокруг фильма «Цой», я подумал, не продолжили ли они этой истории? Не хорошо ли это продуманный пиар? Может быть, и такое? — Слушайте, мне очень не хотелось этого делать всего. Я пытался, в общем, на протяжении нескольких лет с ними говорить не в публичном поле, а путем переговоров этот вопрос решить, но, к сожалению, им выдали прокатное удостоверение, и просто состоялась бы премьера, если бы я не предпринял того, чего я предпринял. Да, как бы, возможно. Я не до конца, тут нельзя быть уверенным, что именно сработало и в какой момент. Но я это делаю не потому, что мне очень хотелось публично на эту тему выступать. Я как раз отлично понимал, что я создам только этому фильму дополнительную рекламу, но этого делать совершенно никакой стороны не интересно. Но пришлось. — Пришлось. По неволе приходится обращаться к злободневной теме пандемии. И вот какой вопрос я хочу вам задать. Мне бы хотелось, чтобы вы по очереди как-то ответили на него. Нам неоднократно говорили во всех СМИ о том, что после пандемии мы уже не будем прежними. Вот попробуйте это, так сказать, осмыслить философски, да, вот так вот. И скажите каждый за себя. Вы будете прежним после пандемии, после вот этого всего, что на нас обрушилось? — А, ну если философски, то, конечно же, невозможно войти в одну реку дважды. Уже завтра я изменюсь и буду другой. А уж после окончания пандемии, которой не видно ни конца, ни края, я, естественно, наверное, буду совсем уже седой, с палочкой. — Вот так. Какой-то такой не очень оптимистичный взгляд, если седой с палочкой. — Живой, я надеюсь. Очень даже оптимистичный. — Да, ну в нашей среде артистической много довольно-таки, как много пессимизма на эту тему. А я, кстати, его не так сильно испытываю, потому что, ну, наша культура пережила, например, эпидемию чумы в Европе, да, культура живых концертов, например, да, исполнение музыки вживую, и ничего с ней не случилось. Ну, то есть в моменте наверняка было все очень плохо, но на дистанции, вот мы играем с оркестром, это часть человеческой жизни, выжива, и мне кажется, что и тут она тоже никуда не денется. Музыка Юрий, есть фраза, которую многие цитируют из одной известной песни «Где та молодая шпана?» Ну и так далее, да, что сотрёт нас с лица земли. Ну, как вы можете прокомментировать её, исходя из сегодняшнего положения дел на российской рок-сцене? Видно ли где-нибудь, хотя бы в обозримом будущем, если вот так вот вдаль посмотреть, видно ли эту шпану? Ну, есть много молодых, хороших коллективов, ну, по крайней мере, моложе нас. Просто дело в том, что я могу не включать наше радио в течение года полутора-двух, я включаю и слушаю там те же самые песни. Думаете, коррумпированы они? Нет, не думаете. Я думаю, что с молодой шпаной засада какая-то происходит. Ну, может быть, актуальность этого жанра резко пошла на убыль, там все в IT-технологиях сейчас, молодая шпана, всё. Наверное, так и есть, да. Мне кажется, это вопрос к радио, на самом деле. Просто, мне кажется, молодой шпаной сейчас незачем идти на наше радио. Зачем? Зачем, если можно самостоятельно, напрямую общаться со своим слушателем, не пытаясь понравиться какому-то программному директору замшелого, наверняка, по их мнению, радио. Хорошо. А вообще, Юль, вы кого-нибудь слушаете из молодых? Или как-то так это, абстрагируетесь от этого? Да. Мы столько в последнее время играем, что я вообще уже ничего не слушаю, по-моему. Ну, а, допустим, возможно ли принять участие, я не говорю о симфоническом, а я говорю, допустим, о группе Ронин, да, принять участие в каком-нибудь из нашествий? Или это, не задумывались на эту тему? Да, просто у группы пока нет живой программы, и поэтому её не приглашают, это неудивительно. Но пока нет на это времени и сил. А симфокино, по-моему, разок они подумали об этом, а потом подумали, оркестр, и передумали. Александр, как вы считаете, можно ли снять хороший фильм о вашем отце? Я не говорю о художественном, потому что у Алексея Учителя, например, у того же, да, с которым вы сейчас в сложных отношениях, на мой взгляд, был один фильм, который, ну, считается, в общем-то, культовым, да? Это самый первый его рок-фильм, который чисто документальный, он снят так своеобразно, спорно, что он там стал культовым, может быть, да? Но, по крайней мере, это как-то он так громко вошёл. А как вы считаете, вообще, возможно ли такое? Конечно, возможно. Конечно, возможно, просто это почему-то ещё не произошло. Сценарий художественного фильма я ещё не видел хорошего, хотя я их много читаю, периодически они появляются, какие-то новые сценарии. Может быть, это должен быть какой-то документальный фильм, какой-то, ну, так сказать, главный документальный фильм про Виктора Цоя. Я думаю, что это вполне может произойти ещё. Было бы классно, если бы не пришлось этим самому заниматься только. Нет, есть совершенно гениальные творческие люди, которые почему-то могут позволить себе сделать роскошный фильм о Довлатове, анимационный, да? Именно анимационный. Можно даже такой ход какой-то. Это было бы очень классно, если бы такое произошло. Да, потому что неординарный подход тут должен быть, на мой взгляд. Да-да, конечно, это место пока ещё пусто, скажем так, какого-то основного классного главного фильма про Виктора Цоя. Он явно востребован тоже, и будет востребован, если кто-нибудь его сможет создать. У нас беседа небольшая, и в завершение я хочу задать вопрос, который я, в принципе, задаю многим. Звучит он так, и я попрошу вас тоже ответить на него по очереди. Есть ли человек, о котором, допустим, один пусть будет, это, конечно, очень сложно так вот сходу назвать, о котором вы могли бы сказать, я горжусь, что живу или жил с ним в одно время? Виктор Цой. Ну, вот, чтобы... Ну, да, а что я ещё могу сказать, по-вашему? Так, а что же у меня остаётся? Георгий Каспарян. Ай-яй-яй. Ну, пусть будет так. Что же, это достойный ответ. Вы знаете, друзья, я пришёл к выводу, что есть люди, имена которых, как-то они не смотрятся рядом со словом «смерть». Я вспоминаю, на скидку, и думаю, что не такие уж дураки, поклонники Элвиса Пресли, когда утверждают, что Элвис жив. Или Фрэнка Синатра, когда говоришь, что Синатра жив. Я не вижу рядом с тем же Сергеем Бодровым. Он настолько жив и настолько светится изнутри, что неуместно рядом с ним слово «смерть». То же самое я со всей очевидностью могу сказать и о Викторе Цое. Так что вот этот самый лозунг, пусть он и избит, Цой жив, но есть ряд людей, которые своим именем просто попрали слово «смерть». Спасибо за то, что пришли к нам. Спасибо вам. Всего вам самого доброго. И скорейшего избавления от пандемии и возвращения к вашему проекту. Спасибо. Благодарим. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!